Теперь я начну удаться развить обоставление. Мы фактически с мая месяца начали вести раздорог о том, что построили на втором новом кабине. И вопросов решения на земле. Достаточно много процедур такого входа затянуто. Сегодня есть проект, только что мы у проектировали земля, практически вымерли. Это, наверное, будет на следующий неделю решение комиссии, соответствующей по отделению земли. Мы будем строить здесь кодельные на 26 мегаватт с перспективы развития бассейна. Ситуация такова. Кодельные будут работать в равных соответствующих окопительных периодах, соответствующих температурных воздухов. В принципе, нам по текущему году, по текущему, это, видимо, сегодня 8-9 год, мы употребляли с вами 7 гкал на давление, вот, и 3 гкал на горячую в 10, и x 30 гкал на мощности, а 2 в 30 гкал. Понимаете, кодельный совершенно эффективный, у него соответственно с перерывом газа и со всеми остальными параметрами. Понимаете, очень трудно убирать такой кодель в 30-процентной нагрузке, чтобы он расходовал все к кому. Поэтому электронарь идет к перерасходу, да, соответственно, перерасход. Поэтому очень сложно вложиться в какие-то рублевые пределы, да, хотя бы тариф, который был сделан, мы стараемся его выкладывать, но достаточно интересного. Просто за счет общего объема поставки гкал, который самой фермы, потому что ферма сама по себе большая, это как-то может покрываться в банках вот этого года. Как планировать это строительство? Если все сейчас в земле будет, в принципе, решено, то мы в октябре начнем площадку готовить, представлять. И катабельный сенон следующего года там будет, в принципе, готов. Котельный параллельно будет работать, но отработает сенон. Ну и сейчас, несмотря на то, что все-таки мы ремонтируем, тем же, в общем-то, привезли материалы, трудно котельную существующуюся на НИСЛА. И второй котел мы будем ремонтировать, чтобы, как бы, у нас, говорят, в трубу мы сделали, автоматику меняем, поставим туда новый дейратор. Хочу вам сказать, ушли от расходов не в НИСЛА, по покупке пара, затративая деньги, мы практически, вообще-то, за 10-8 месяцев купили эту дейраторную установку, которая просто нас выручала вся химия, потому что расходов НИСЛА достаточно больших. Курс того, что город имеет письмо о том, что НИСЛА может прекратить пароставку вообще химической очищенной воды до 1 января, 10-го года. Поэтому нам надо сейчас еще продумать схему, как нам эту воду получить, по крайней мере, в 4-м квартале, в 1-м квартале, где будет следующий год, потому что, если это произойдет, то будет просто-просто. А в следующем году, я думаю, что, в принципе, к отопительным же котельным будет готовым. И, во-первых, ну, может быть, тариф и окупаемость мы тут будем раздавать потом из администрации Москва, по-моему, мы не говорим. Но смысл в том, что это будет эффективно, то, что вы уменьшили себестоимость, это, я думаю, точно сказать, может быть минимализирован, служащий персонал, экономик подряд практически произойдет достаточно существенно, до 30%, и электринэр, практически, тоже достаточно. Вопрос, думаю, большой, конечно, связан непосредственно с подключением коммуникаций. Ну и сети. Мне бы хотелось, конечно, чтобы Дмитрий Владимирович, Владимир Васильевич Борисович, считаю, что сети надо, наверное, передать нам в итоге. Чтобы этот год как-то и поддержать, нам потом передать, и совместно с городом, я думаю, и совместно с институционной какой-то программой, которую мы тоже в Москве договорим, произвести замен полных замен сетей. В принципе, здесь это очень просто все, вот, это сделать и сармить об этих потенках. Фактически мы за четвертый квартал просто вылили миллиона четыре земли, даже, могу четко вам сказать, и за четвертый квартал вылили, наверное, еще четыре. Рубь, я не знаю. Поэтому при такой заработной покупательной снижении и материи на этих сетях, мы с вами можем купить эти сети в достаточном коробке. Если будет 8-7 миллионов после экономии.